Я такое не снимаю, извините, мне это не нравится. Приветик, ребята, меня зовут Юля, и в этом видео я расскажу вам немного о модеринге в Стамбуле, расскажу плюсы-минусы, какие-то особенности, которые я подметила, так что погнали. Так, только сразу договоримся, что я рассказываю свой опыт, который может отличаться полностью от вашего в лучшую или худшую сторону. Я надеюсь, меня услышали. Итак, начнём с того, что это Турция, ребята. И здесь логику искать нигде не надо, потому что вы её не найдёте, потому что здесь свой ход мыслей, с этим нужно просто смириться. Если вы не можете это поменять, а вы не можете это поменять, просто расслабьтесь, примите эту ситуацию и живите, наслаждаясь, не тратя свои нервы. Страна горячая, люди здесь весёлые, открытые, жизнерадостные, как мне кажется, особенно с иностранцами. Привет, хорошо, и вот это всё у них у всех есть в товарном запасе, поэтому они рады этим поделиться с вами. Но, кстати, насчёт того, что они подкатывают, типа, привет, красотка, тут такого нет. Но, возможно, это потому, что я не хожу на тусовки, ни в какие клубы, бары, поэтому я ещё, кстати, девочкам всем советую. В любой стране мира, не то чтобы избегать, просто, по крайней мере, более осторожно относиться к этим тусовкам, особенно, когда вы в чужой стране. Ладно, это так слово. Какие плюсы я для себя нашла спустя полтора года моделинга здесь? Ну, вообще, если в целом брать моделинг, конечно, самый огромный плюс — это возможность путешествий, возможность побывать в куче разных стран, познакомиться с кучей разных культур, и завести очень классные знакомства с людьми, у которых мысли схожи с твоими, которые варятся в той же сфере, с которыми ваши интересы полностью совпадают. А что касается конкретно Турции, здесь можно действительно хорошо заработать. Это, конечно, во многом зависит от агентства, от твоей планки, которую ты поставишь для самой себя. И, ну, я думаю, вот сезон не сезон, и вообще в целом от расположения планет в космосе, потому что я, честно, не могу понять логики, когда почему у меня иногда нет работы или почему у меня иногда завал работы. Далее. Здесь есть классные местные бренды. Mavi, Katon, Waikiki, Network. Что еще? Ну, я, может быть, еще напишу что-нибудь сюда. Что мне здесь нравится? Здесь очень много разноплановых съемок. Да, здесь много икома, то есть обычной каталожки, которую ты шпаришь на циклораме. Но также здесь очень много снимают кампейнов, много снимают реклам, также много снимают съемки для отелей. Это my favorite просто, это когда ты прилетаешь в другой город, скорее всего, это будет какой-то южный город. Вас заселяют в отель, вы там как полноценный гость, но в то же время вы помните, что вы на съемке. Но в любом случае, эстетическое наслаждение, удовольствие от солнца, это все, конечно, присутствует. Также бывают съемки, на которые, например, только на полдня. У меня была съемка, когда мы снимали две футболки всего. Меня заблокировали, чтобы снять две футболки. Следующий плюс — это то, что здесь вам не нужно самой топать на кастинге. За вами приезжает водитель и возит вас по всему Стамбулу. В этом есть как плюс, и в этом есть огромный минус, о чем я расскажу чуть-чуть позже. Дальше. Уже из таких, я уже не знаю, что в особые такие супер-плюсы включить, так что включу то, что здесь неплохие услуги предлагают по Beauty Pass. Beauty Pass — это приложение, которое сотрудничает с моделями. И в этом приложении есть куча сервисов, например, джим, ресторан, спа-салон, кофейня, которые предлагают свои услуги в обмен на контент. То есть модель постит либо сториз с отметкой этого бренда, либо делает пост. Даже если у вас немного фолловеров в Инстаграме. Если честно, я вообще не пользуюсь этой штукой. Ну, раз в полгода схожу, просто потому что для разнообразия так. В целом, если вы хотите сэкономить деньги, если у вас недостаточно покетов вам дает агентство, почему бы и нет? Кстати, насчет покетов. Покеты или по-другому Pocket Money — это деньги, которые выдает агентство на карманные расходы. Здесь в разных агентствах сумма разная. Некоторые агентства покеты вообще не дают, некоторые дают такие копейки, что на них просто невозможно прожить. Но в любом случае, мне кажется, что если вы летите за границу в чужую страну, то лучше иметь свой запас денег. Банально, чтобы посмотреть город, чтобы нормально питаться, чтобы не ограничивать себя в витаминах и минералах, которые поступают из еды в любой стране, куда бы вы ни приехали. Дальше. Ну, и еще один плюс — это то, что тебя не просят худеть здесь. Мне агентство наоборот пишет. Юля, пожалуйста, не худей. Конечно, я не буду есть больше, чтобы у меня было больше работ здесь. Я буду прислушиваться к своему телу и делать так, как оно просит, а не как просит кто-то из вне, неважно, кто это агентство или кто-то другой. Но в любом случае, здесь нет такого, что если у тебя бедра 90 или 92, или даже 93, или даже 94, и тебе скажут «Ау, май гад, ноу, как ты можешь быть моделью?» Здесь наоборот, как мне кажется, любят более такое здоровое тело, не суперскини. И еще сиськи тут любят, потому что здесь очень много работ на underwear, на нижнее белье. Так что если у вас сиси и если у вас попа, welcome to Turkey. Сейчас немного минусов. Итак, главный минус для меня — это, как я уже сказала, кастинги. Да, это классно то, что водитель приезжает за вами и возит вас. Вам вообще не надо ни о чем думать. Вы сели в машину, взяли, например, книгу свою любимую, если вы способны читать с пути, либо аудиокнигу, либо монтировать что-то в ноутбуке, если вы ютюбер. Ну, в общем, у вас есть куча времени, чтобы занять себя чем-то, на что обычно у вас не хватает времени. Но вы все-таки ограничены пространством этой машины. Поэтому да, почти весь день уходит на кастинги. И даже если кастинг не для вас, например, вы едете 8 девочек в машине, куда-то уехали за 3... Приезжаете, а вам говорят, это селекты кастинга, то есть кастинг только для определенных девочек. И тебя там нет, и ты понимаешь. А что я тогда здесь делаю? Почему я еду так далеко от дома, и это кастинг, на котором я не нужна? Зачем я трачу свое время? Вот, кстати, это еще один момент, который, ну, с одной стороны, нелогичный, потому что зачем девочкам ездить на другие кастинги, с другой стороны, а что агентство может сделать? У них нет машин персонально на каждую девочку, чтобы отвозить ее конкретно на ее кастинги. Поэтому, да, это имеет смысл, да, все девочки ездят на эти кастинги и очень бесятся из-за этого. И опять же, я вам говорю, пожалуйста, не беситесь. В плане того, что вот вы приехали сюда работать, настройтесь на работу, настройтесь на хорошее настроение, займите себя чем-то, чтобы вы не чувствовали, что вы тратите время впустую. Ну вот, а еще, еще почему кастинги меня бесят, потому что, ну, чувак, у тебя есть бренд, ты знаешь, как ты его позиционируешь, ты знаешь, какой типаж у тебя хорошо продается для твоей аудитории, ты знаешь, на каком типе фигуре лучше сидит твоя одежда. Зачем тебе я, например, если тебе нужны блондинки? Зачем тебе всех гнать? Для меня это тоже вот один из тех моментов, который я считаю нелогичным здесь в Турции, просто тратить свое время и наше время. Такие дела. Дальше по минусам. Турецкий стиль, я бы не сказала, что он близок с моим стилем в плане макияжа, в плане одежды. Я не про все говорю бренды, но здесь много брендов, которые, ну, понятно, что другая страна, другие вкусы, другие приоритеты, it's okay, но лично со мной это не всегда коннектится. Ну, это, знаете, такой минус, как бы. Дальше. Здесь я заметила, что визажисты зачастую используют грязные кисти. Прям я это встречаю очень часто. Обращайте на это внимание. Сначала тебя этими кистями, потом, пока ты работаешь, они накрасят и себя, потом еще кто-нибудь придет, они его накрасят. В общем, ну, такое. Поэтому я ношу с собой комплект своих кистей. И, кстати, визажисты нормально на это реагируют. Кстати, насчет кистей. Не стесняйтесь спросить свои кисти, потому что я уже однажды столкнулась с какими-то непонятными высыпаниями. Я не говорю, что это были кисти или косметика, или это может быть что угодно, правда. Это может быть и уход, и воздух. Лучше исключить все факторы, которые могут на это повлиять. Ну и в целом, я не скажу, что я тут работаю прям очень хорошо, если честно. Каждый день или пять дней в неделю. Да что, кто-то мне звонит. Карга приехала. Опять же, я не могу сказать, от чего это зависит. Иногда просто без перерыва съемки-съемки, а иногда очень тухло. У меня не так много работ. Как, например, если сравнить с другими девочками, которые приезжают в наше агентство, которые просто почти каждый день работают. Но в целом, как бы мне это и не надо. Каждый день я не готова работать, я не готова брать все работы. Поэтому у меня такой режим умеренный. Могло быть и лучше, но в целом окей. Ничем-то у меня тут написана эта мысль. Я просто не нашла, куда ее вставить. В начало, в конец она вообще нигде так болтается посреди моей заметки. Это, мне кажется, даже не важно, в какой вы стране, но позитив, энергия и харизма должны от вас переть просто за километр. Это, мне кажется, самое главное в модели. Ни внешность, ни цвет глаз, ни цвет волос, ни shape of body, смотря какой фабрик. Вот это самый важный фактор, на самом деле, особенно на физических кастингах, на которые ты приезжаешь и общаешься с клиентом. Это очень помогает тебе брать работы, знакомиться с новыми людьми и все остальное. Итак, гонорары. В Турции есть разные прайсы, которые варьируются от агентства к агентству. Самые высокие прайсы здесь, я думаю, у Flash, Ice, Tanks, True и Daman. Но это для парней агентства в основном, насколько я знаю. Но такой момент. В каком бы агентстве вы ни находились здесь, вы устанавливаете для себя свою планку, вы это обсуждаете с агентством, и агентство, уже отталкиваясь от этого, будет пушить вас на те или иные работы. Еще такой момент. Сейчас в Стамбуле туча агентств. Просто их дофига. Их настолько много, что я не знаю даже названия всех агентств здесь. И девочек очень много, конкуренция здесь высокая, особенно летом. Причем девочки все классные, такие все по-своему красивые, уникальные. Да и парней, кстати, тоже тут офигеть как много. И они просто все красавчики здесь. Но как бы момент в том, что другие агентства так демпингуют цены, поэтому рынок проседает. Клиенты, конечно, только радуются от этого. И, соответственно, ты из-за этого можешь потерять работу. Мне кажется, больше всего девочек здесь из России, с Украины, из Бразилии. В нашем агентстве много девочек также из Германии и Голландии. Вот, кстати, с одной девочкой из Голландии. Я разговаривала, когда мы были на съемке, и она говорит, что я бы вообще никогда не подумала ехать в Турцию модели. Ну, она подумала, ну окей, съезжу, посмотрю страну, просто отобью минус и уеду в ноль. Все равно, it's ok. В итоге она уехала с нормальным таким заработком. Так что, если вы сомневаетесь ехать в Турцию или нет, вы можете запросить гарантию у принимающего агентства. Либо приехать ненадолго, на месяц, посмотреть, пойдет, не пойдет. Если не пойдет, то можно всегда уехать обратно, а если пойдет, то let's go. Кастинги. Так, у нас начался азан. Я думаю продолжать. Не особо ведь он помешает? О, мне кажется, это будет такой долгий ролик. Ладно. Ролик. Итак, кастинги. Как я уже сказала, у каждого агентства есть водитель, который забирает вас из дома, и вы целый день катаетесь по Стамбулу. На самом деле, кастинги проходят в основном быстро. Вы дольше до них едете. Перерыва на обед обычно нет, так что можно брать еду, снеки, перекус с собой в машину. Либо, если бывает такое, что кастинг, например, не для меня, и рядом есть кафешка, я иду, обедаю, потом возвращаюсь. На кастингах заказчики в основном приветливые. Зачастую угощают чаем, кофе, вкусняшками. Иногда на кастингах просят примерить некоторые айтемы из их коллекции, чтобы посмотреть, как это смотрится на фигуре. Фоткаю тебя, и в целом едем дальше. К кастингам, конечно, вообще в целом, не только в Турции, но и везде нужно относиться проще, потому что здесь от тебя ничего не зависит. Вот ты показался, вот ты есть, тебя увидели. Дальше что будет, кого выберет в итоге заказчик, это вообще непонятно. Так что спокойно приехали, показали, всё. Дальше решайте сами. Я забываю про то, что я здесь была, и вообще... Leave me alone. Потому что если думать о том, что ой, возьмут, не возьмут, это вообще... У меня так было однажды, это была реклама для авиакомпании. Не буду называть бренд. И они меня, короче... Если честно. Они меня вызывали два раза на коллбек. Уже даже примеряли форму стюардессы. Уже делали мейк, который будет в кадре во время съёмок. Мне что-то не особо нравилось, как я там отыгрывала это всё. Хотя-то ничего сложного не надо было делать. Но вот как-то не пошло. И я подумала, ну и в ж***, но у меня не получилось, и ладно. А потом через несколько недель они мне пишут, типа, скинь, пожалуйста, свой паспорт, потому что мы будем снимать в аэропорту. В итоге кидаю свои документы, всё. И через несколько дней, ни ответа, ни привета, ничего, я им пишу, типа, чё, come on, let's go, как дела? Они говорят, ой, I'm sorry, dear. Клиент решил взять реальную стюардессу. Это я к тому, что даже если у вас... Вот пока вы не на съёмочной площадке, не думайте об этом. Потому что всегда лучше не надеяться и получить это, чем надеяться и не получить. В жизни всякое бывает, так что... Ну я всё ещё зла на этот продакшн. Так, как одеваться на кастинг? Я не знаю, для кого я это записываю, если честно. Для девочек, которые только-только начинают моделить, либо для девочек, которые уже помоделили по миру и хотят приехать в Турцию. Anyway, для всех расскажу. В основном, как и на всех кастингах всего мира, лучше одеваться во что-то облегающее, чтобы было видно твою фигуру. И, наверное, лучше быть на каблуках, чтобы быть выше. Но я, честно, я люблю оверсайз. Ну, типа, 80% времени на кастинг я приезжаю в оверсайз одежде. Просто потому что это мой стиль. Просто мне так больше нравится. И в кроссовках. Я знаю, да. Кто-то ходит на каблуках, кто-то ходит в кроссовках. Видимо, кому как больше нравится. Но в целом клиентам здесь как бы пофиг. Вы на каблуках или вы в кроссовках. Если это не кастинг на фэшн-шоу. Там, конечно, надо быть на каблуках. Вот всё. А если клиенту нужно, чтобы ты была на каблуках, у клиента всегда будут каблуки, чтобы посмотреть, как... Значит, оделись. Взяли с собой композитку. Взяли с собой... Сейчас покажу. Композитку. Взяли с собой композитку. Взяли... Сделали лёгкий мейк. Я в последнее время вообще люблю без мейка. Ну, минимум мейк. Взяли свой позитив, если он у вас есть. А если нет, то надо где-то поискать его. И погнали. Работа. Если вас забукировали на работу, поздравляю. Букер вам высылает детали за день. Название бренда, где будет проходить съёмка. И гонорар. Гросс. Из которого вы, соответственно, будете вычитать процент, который берёт ваше агентство. И также в письме указывается время пикапа. Время пикапа. Когда вас забирают. То есть в это время вы должны быть без мейка, с чистыми волосами. Блин, я так объясняю, как будто бы anyway. С ухоженными ногтями. В нижнем белье телесного цвета. Кто не знает. Также я беру, как я уже сказала, свой комплект кистей и термозащиту для волос. Обычно модель здесь приезжает самая первая на локацию. Я не знаю почему. Меня это немножко раздражает, если честно. Но почему-то у меня всегда вот так получается. И дальше подтягиваются все визажисты, фотографы, ассистенты фотографов, ассистенты визажистов, видеооператоры, ассистенты видеооператоров. Ну и, в общем, вся остальная команда, заказчики. И затем обязательно завтрак. Это я люблю. Сначала я тоже от этого бесилась, потому что какая логика завтракать в студии? Я могу позавтракать дома и приехать к началу работы, когда меня уже начнут красить. Но нет, здесь логика такая. Просто ты проснись и приедь к нам, а мы уж тут о тебе позаботимся. Наверное, час уходит только на то, чтобы позавтракать всем вместе. На завтрак либо спрашивают, что ты хочешь конкретно поесть, либо накрывают обычный турецкий завтрак. То есть это будут яйца, семиты, это такие булочки турецкие с кунжутом, сыры, овощи, джемы какие-нибудь, соусы и чай, кофе. Огонь. Затем стандартно делают мейк, волосы, ставят цвет и погнали. И опять же на съемки, в какой бы стране вы ни были. Если вам не нравится одежда, не надо это показывать и капризничать. Типа, фи, я это не буду надевать, это не мой стиль. Ребят, это ваша работа. Да, у вас не совпадает вкус с брендом одежды, ну, либо тогда не соглашайтесь и спрашивайте у своего агента, что за одежда там будет. Либо, я не знаю, просто я сама была в шоке недавно, когда мне рассказали, что одна девочка вот говорит, я такое не снимаю, извините, мне это не нравится. Если это не задевает ваши границы, в плане, если вам не дают нижнее белье с открытыми сосками, пожалуйста, сделай это, хорошо, и забудь. То есть если вы не снимаете нижнее белье, в принципе, как я, я это не делаю, если мне дадут нижнее белье, конечно, я скажу нет. Ну, а если происходит такое, что вам дают какие-то откровенные, откровенную одежду или то, что вы не готовы снимать, то, конечно, нужно взять паузу, написать своему агентству, и они уже будут решать дела без этих эмоций, которые сейчас у вас внутри бурлят. Но, честное слово, со мной такого не было, потому что нижнее белье я не снимаю, поэтому я не сталкивалась с такой ситуацией, чтобы мне давали что-то откровенное. Либо я просто уже заранее на кастинге, если я вижу, что это что-то такое, что я не хочу снимать, что тоже здесь, ну, происходит крайне редко. Я просто уйду с кастинга, вот и все. Зачем? Зачем это доводить до съемки, чтобы потом к приюджу? Дальше идет обед стандартный. На обед тоже обычно спрашивают, что ты хочешь поесть. Веган ты, не веган? После обеда поправляем мейк и погнали. В принципе, ничего, ничего нового. Кстати, здесь после обеда очень любят баловать вкусняшками. Будьте аккуратны с этим. В основном заканчивают вовремя. У меня не было такого, чтобы был овертайм. Здесь вообще, мне кажется, овертайм, это вообще непонятно что. Можно я очки надену, потому что солнце? Так что да, овертайм, это, конечно, понятие здесь размытое. Поэтому да, надо заранее с агентством обсуждать, во сколько начинается ваш овертайм, чтобы предупредить об этом заказчика, если он уже, если он немножко заработается. И когда ваша работа заканчивается, вас забирает водитель и отвозит вашу модельную апартину. Так, что насчет апартов? Честно, я не знаю, что там творится в этих апартах, потому что мы снимаем собственное жилье, это понятно. Но я наслышана. Да, конечно, весело там живется. Но самая главная боль всех апартов, и я думаю, всех агентств, кого не спрошу, это недостаточно санузлов. Поэтому все бесятся, ну и я в целом их понимаю. Так что да. Так, ну я думаю, это все. Я думаю, что я рассказала довольно-таки много о моделинге в Турции. Но если я что-то не рассказала или если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. И у меня сразу встречен вопрос к моделям, которые смотрят это видео. Пожалуйста, напишите в комментариях, какая у вас любимая страна для дайрект-букингов. А если вы не делаете дайрект-букинги, но у вас есть любимая страна для моделинга, напишите ее в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Спасибо. Спасибо большое, что посмотрели это видео до конца. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайк, если да, ставьте лайк, если нет. Пока!